Давай поговорим поподробнее про твою кураторскую историю, про ген. Ген вообще это что такое? Это часть ДНК, несущая в себя какую-то информацию. Вот здесь ген это о какой-то наследственности или о наследии, наверное? Как тут правильно расшифровать тематику? Ген в этом проекте – это на самом деле о многом. И осмыслить это слово можно по-разному. Каждый художник может это осмыслять так, как он хочет. И очень важно на самом деле здесь то, что сейчас мы живем в такую эпоху, в которой нет какого-то определенного направления художественного. Вот как раньше было, например, кубизм, сюрреализм, авангард и так далее. То есть можно было точно определить эпоху каким-то названием. Ну то есть сейчас мы живем в такое время, когда очень много разных форм, они соединяются в нашем как бы едином пространстве. И в проекте Ген каждый художник, он вносит свое видение в построение вот этого общего какого-то общей формы, из которой состоит наша действительность. Откуда вообще зародилась эта мысль с Геном, так скажем, с этой вот частью ДНК? Да, на самом деле сейчас, вот опять же хотелось бы начать с того, что мы живем в такое время, где мы видим и классические какие-то произведения, и какие-то уже там нейронные сети нам рисуют, какие-то невероятные вещи, когда мы уже думаем, что все, весь мир в труху, и сейчас нас всех заменит искусственный интеллект, мы все пойдем на свалку, и все, человек будет не нужен и так далее. То есть, да, как-то мы вот пытались это все осмыслить и придумать какую-то такую емкую, понятную форму, которая бы вообще означала все это пространство, в котором мы находимся. И так как я тоже параллельно изучаю как-то нейросети, влияние нейросетей, как-то на художественное пространство и вообще на жизнь в целом человека, а, как мы знаем, нейросети работают с генерацией изображений, да, то есть эти изображения, они генерируются из большого количества других изображений, то есть из того, что она знает, из истории, условно, да, которая вот известна. Оно генерируется, здесь мы отделяем слово ген, да, вот, оно генерируется из того, что есть. Вот, и, собственно, вот этот вот ген, оно и как генерация, то есть в этом пространстве мы генерируем какой-то вот общий фон, да, общую какую-то структуру жизни, да, так же, как, наверное, сеть генерирует какое-то изображение и так далее, да, условно. И ген – это как часть культурного кода, да, то есть мы неотъемлемы от него, от этого культурного кода, и мы все равно его с собой несем, вот. Я еще подумала, что ген – это как часть какой-то самоидентификации. И, конечно, и как часть самоидентификации тоже. Потому что сейчас вот как раз-таки в момент, когда многие, например, ну, так случилось, что разъехались, да, есть такой кризис, связанный с этим, с самоидентификацией. Очень много такого я слышу и очень много о таком разговариваю с художниками. Может быть, как раз-таки в этот момент, да, и стоит задуматься, что есть вот этот вот ген. То есть мы как бы строим что-то новое, какое-то новое ДНК, либо мы действительно берем и несем. Да, вот это как раз возвращается к тому, что я сказала в начале, да, и здесь мы уже сами выбираем. То есть как бы художник, он сам предлагает свою точку зрения, свое видение. Как вот нам? Так или вот так? А может быть, как-то иначе? Может быть, есть какой-то третий вариант вообще события, да? Очень интересно, будет ли на выставке ген нейросети что-то сделает или нет? Тоже любопытный момент. Что-то сделает? Да, на самом деле мы с художниками из Иваново делаем вместе один проект, который будет как раз посвящен Иванову, и он будет сделан с помощью нейросети. И на самом деле вот сейчас мы запускаем такой open call для жителей города, чтобы они могли присылать свои фотографии любого времени вообще. То есть это могут быть какие-то личные фотографии из-за личных архивов, это могут быть фотографии города, ну, то есть архитектуры. Это могут быть фотографии из каких-то фабрик, каких-то людей и так далее. В общем, все, что относится, все, что создано в городе, все фотографии, которые созданы в городе, они все могут посылаться, и любой человек может поучаствовать в этом, и далее будет создана такая инсталляция при помощи как раз искусственного интеллекта, которая соберет вот себе всю историю. Мне кажется, еще могут возникать вопросы какой-то некоторой цензуры, то есть того, что можно, что нельзя. Есть они, задают художники. Я думаю, чтобы поговорить о каких-то вещах, о каких-то проблемах насущных, даже о каком-то политике и так далее, можно не обязательно каким-то таким вот языком в лоб, да, таким каким-то вещам. Я такую же фразу сейчас произнесла в голове, просто языком в лоб. Искусство – это такая вещь прекрасная, которая может изображать все, что угодно, какими угодно формами, да. И искусство всегда являлось каким-то языком, которым понимают определенные люди. То есть, да, мы живем в каком-то определенном таком культурном, да, контексте, общаемся с людьми мира искусства, да, с художниками, там, поэтами и так далее. И так или иначе все друг друга понимают, да. То есть, если ты хочешь сделать какую-то политическую акцию, это как бы не про художественный проект, да, все-таки. Хотелось бы, чтобы это было как-то осмысленно именно в художественном плане, да. А делать политическую акцию ты можешь и самостоятельно, да. То есть, как бы тебе не обязательно, тебе не нужно ничего, тебе не нужно устраивать выставку, чтобы сделать какое-то политическое высказывание. Тебе достаточно как бы выйти на улицу и заявить о чем-то, да. То есть, политическое высказывание, оно как бы не то, что появляется искусством. И если мы посмотрим на какую-то историю искусства и каким образом художники высказывались на политические темы, мы увидим, что это ирония, например, какая-то. Ну, как бы такого много, да? Каких-то иронических высказаний, каких-то тех же самых сказочных форм существует и так далее. То есть если ты как-то играешь с этим, и в итоге получается какой-то интересный визуальный язык, то почему нет? Как бы никто не против.